Живой здесь у нас за французским коллективом, уже на ДКШ прошел, G2 все-таки будут выбирать стороны. Классная карта для французов, она вообще такая, ну французы очень любят ее играть. Но при всем при этом не очень успешно. Да, не успешно. Тут вот очень Кеннис важен, вот здесь, вот если бы где-то в каких-то других картах я мог бы поспорить в том плане, то что его могли бы прикрыть, то черт возьми, здесь типа на Миде, вот если Кеннис не будет работать, вот около Хайвея, вот эти вот его очень слабые места, которые почему-то у него постоянно проседают, если он там не в духе или, я не знаю, не с той ноги встал или, в общем, короче говоря, там обиделся на кого-то, на что-то, похоже, знает. Без Кенниса, конечно, будет очень сложно для команды G2, кажется, мне очень сложно. Кеннис отыграл, где Шокс был на трене, вот тебе вопрос. И на первой карте Шокса тоже не был. И вот тебе второе. Мы обсуждали, что если Шокс будет на трене, они выиграют. Шокс, по-моему, на последнем месте у себя в команде закончил. Но он мне запомнился только одним моментом. В втором раунде он орвал с ЦДшки, дал два хэдшота и все. Ну, не задалась игрока. Фрагов, они бы уже закончили. Сейчас, может, на ДКШ типа раздухарится в зависимости от... Может, раздухарится. Вот я вам даю вводную, что команда G2 выбрала атаку, а вы мне дайте свои предикшены на третью карту. А у меня все равно французы должны фаворитами быть. По факту, да, по-хорошему, но за Кеннисом послежу. Интересно будет посмотреть. Тоже G2. Ну, а вы последите, друзья, за теми, за кем вам хочется. И не забудьте поднять чит за безлимит. Болейте за своих самым быстрым, мобильным от Мегафон, генерального партнера русскоязычной трансляции турнира. Переходим к просмотру третьей карты. Смайл и Кристалл Мэй забирайте. Поднимаю щит за Серегу. Айгис. Да-да-да. В любом случае, мы продолжаем смотреть, у нас будет третья карта. Я не знаю, честно говоря, чем она закончится. Никто не знает, чем она закончится, потому что стата говорит одно, а чувство другое. Вот мое чувство, кстати, на стороне G2. Хоть и 30% финрейта на карте ДКэш, но почему-то они здесь потащат. Почему-то? Почему-то. Была бы другая какая-то команда, более серьезная, нежели Ренегейтс, то я бы, наверное, отказался бы от своего мнения. Но против Ренегейтс на G2. На самом деле, мне кажется, что ДКэш — это идеальная карта для того, чтобы смотреть именно такое противостояние. То есть, если взять по макро, то и на Оверпасте, и на Т-трейне нереальное количество непонятных вещей происходит. А тут простейшая карта, в которой, ну, максимум, что G2 могут делать. Я напоминаю как раз-таки твит от Солота. Очень много стрельбы. Помнишь твит от Солота, что мне стыдно за мою команду? Она как раз-таки произошла после кэша. После кэша в одной из важнейших карт, в одном из ланов, если я не ошибаюсь, Чикаго это был то или еще, просто уже там было много-много ланов подряд. Как раз-таки тот кэш, в котором был раунд замечательный совершенно, в котором Шок, Суликинис, не помню, выходит, соответственно, погрузчика, смотрит на хайвей и убивает своего собственного тиммейта, в которой пушил вместе с ним А. То есть, ну, мискоммуникация, отсутствие какого-либо понимания вообще, где находится твой тиммейт. То есть, ситуация 2 на 2, и чел просто выходит и ваншотит своего тиммейта на хайвее. Две карты было. Это они играли, опять же, играли оверпасс и играли кэш. На оверпассе, по-моему, как раз Шокса забрали. Смит забрал Шокса, а потом наоборот. Бадди, по-моему, забрал. А потом, да, на хайвее просто убивает. На двух картах подряд это произошло. Мы с тобой это комментируем. Да, да, да. Я об этом и говорю, что были отвратительные совершенно карты, были отвратительные отыгрыши моментов. Очень-очень грустный G2. И после этого А.Салот написал, что ему реально стыдно. Причем самое интересное, что есть люди, которые критиковали его за этот вид. И у меня, честно говоря, очень много вопросов. То есть, вот ты согласись, что если ты владеешь организацией, ты имеешь полное право писать о ней, что хочешь. Все верно. Твоя организация делает, что хочешь. Вот, но почему-то есть люди, которые считают... Напишите троечку, если вы со мной согласны. Четверочку, если вы солидарны с теми, кто критиковал А.Салот за его высказывание. Потому что многие считают, что он нельзя выносить из СБ. Соответственно, что там из СБ обычно выносит? Твиты, короче. Сор. Сор, да. Ну или твиты. Не ссорьтесь. Не ссорьтесь. Лучше смотрите за французским Counter-Strike, который направляется в сторону А. У нас пошел выход. У нас пошел выход. Дефолтная у нас расстановка Тренгейтс. Но как раз-таки угадывают G2. Не идут они на B-Plant. И не двигаются. Ренегейтс до сих пор не двигается. Думает, что это B. А это не B. Это не B. Это не фейк. И нужно... Смотри, уходит назад. Что это? Бомбкер с B-Plant. Все, теперь пошли. Они думали, что это фейк. Они думали, что это фейк. Оставались до последнего на B-Plant. Дефуза есть. Мок есть. Молотов есть как раз-таки на ретейк, который наверняка пойдет у нас за квад. А тут это смок. Это очень важный смок сейчас, за которым могут ребята из G2 стоять. И как раз-таки спасаясь. О, какая флэш-шва, бадди. Трипл килл. Нет. Лол. Он, в конце концов, не смог доиметь градуса для Джейкеса. Но в любом случае, если остается Джейкес один против двух. Это просто великолепно было. А, да. Флэш был шикарно. Это дикая, дикая, мощная агрессия от G2. Очень круто все сделали. Вот этот смок, который нужен, он дает стену от как раз-таки Молика, который за квад залетает. Там обычно большое количество народа. Какая-то подсадка и так далее. Или если Молик залетает, просто расстреливает как раз-таки на ретейке. Но вот этот смок, он тебе позволяет выйти из-за этого квада. И, ну, как бы, что-то противник не видел. Все круто сделали. Сверху всего этого, на самом деле, у них был еще и секретный Шокс, который заходил через миддл и сокрывал со спины. То есть даже если бы у Бадди замечательный флэш, который под него подкинули, не получилось бы убить там двоих. Он все равно добивал бы, скорее всего, со спины. Ну, мощь, мощь. Да, очень крутой раунд от G2. Опять же, Ренегейс сыграли по очень старой схеме, где ты отставляешь А-плэнд на чек. 1-1-3, да. Да, это старая тема. Сейчас, на самом деле, в современном кейсе среди тир-1 команд мало осталось, которые используют подобную стратегию. Сейчас вообще дичь происходит. То, что там вообще отдают Б-плэнд, четвером играют. Миддл один на машине, там, на чек. Ну, в общем, какой-то там, ну, периодически новые стратегии залетают. Ну, вот это, да, это самая классика, которая, наверное, была. Ну, Б-плэнд просто намного тяжелее на ретейк, чем А. Что ж, Гратис тем временем просматривает Миддл. Ну, прилетает дэмэдж по нему, считается МХП. Адерингейтс, это скаут, это юмпиха, деглы, арморы, вторые. Какая-то определенная раскидка. Три смока, две флешечки. На самом деле, я не уверен, что на кэше такое можно делать. Ну, в смысле, что стоит оно того. Потому что на нюке, например, с фармганами или там с недофолдными пистолетами можно очень много чего продемонстрировать. На кэше все-таки карта стрелковая. Ну, стрелковая карта, поэтому тут можно пострелять. Тут со скаута можно пострелять. Вот здесь деглатов самого, который у Леза есть. И юмпиха тут именно на коротких дистанциях может сработать. Вот как раз-таки, где он стоит, на Снаксе, да, по-моему, он находится? Да, вот снизу, снизу. Смит чекает, но умирает. Но в первом случае на размене. Это БП полностью чистый. Здесь только Джейкес, который будет стрелять по капле. Выходит на хелпу. Смог надо на хелпу дать, конечно же. Ну, что это такое? Вот он, вот он прилетел, наконец-таки. И теперь уже можно совершенно спокойно открываться на АБ, ставить там С4 и не напрягаться по жизни. Ни в кого не попадает, просто ни в кого. Хотя по той линии нормальный пытался нашить. Пачка на винты. И будет ли ретейк? Спину уже пожимает у нас АЗР. Ну да, на сейв, на третий раунд. Надо сейвить. АЗР тоже надо, кстати, убивать здесь. Неплохо было бы избавить его от СЗшки вместе с Армором. Он сам может убить и забрать какой-то калаш. Вот это очень неприятно будет. Но если не дочекают, то да. Там пространства очень много, где можно спрятаться. Я думаю, они все вместе будут уходить в вариант Токсика. И в Токсике где-то там выживать. Ну, не Токсик, наверное, чуть подальше, потому что пачка стоит очень близко. В Токсике взорваться можно. Очень круто Ренегата, кстати, закрывают. Тут можно реально несколько килофа где-то делать. Они пытаются еще как раз-таки нашить через... Так, так. Вентру, под эту флешку. Вот сейчас Экзистенс может умирать. Выпад, выпад, убивает Экзистенса. Но Бадди на размене АЗР. Добрать еще Бадди, ка боже, как же было близко. Там суперкрасный Бадди был. Делали все неплохо. Да. Там тоже два девайса потеряли. Кеннис там перестрелял двоих. Поэтому девайс тоже потеряли на третий раунд. Там много не досчитаются. Бадди мог бы отправиться в бадибэк, но не получилось. Бадибэк. Бадибэк. Это бадибэк. Атака G2 пока не находит каких-либо преград. Два раунда они взяли. Все у них шикарно. Дальше продолжаем смотреть за тем, как они будут использовать свои девайсы. В третьем раунде у Ренегейтс нет денег, как вы это видели. Испытался 50 СДшка Тигл в месяц уже и ЮСП. Денегейтс, соответственно, могут играть у нас стаком на миде. Экзистенс уже взрывает против сфэкшена. Молики полетели от G2. Эксмидс просматривает мидл. Выход от него на ногах. Потрашит на мидл. Лайс находит свой фраг при помощи Тигла на дальней дистанции. Вместе с Шоксом и Смидсом G2 отвечают своим. Азерыч минус делает у нас в мейне. Забирает МП5. Это не калаш. И на Б. На пустой плент выход у нас от G2 идет. И нужно ставить, наверное. Это арморы вторые. Это тоже определенная экономика. Могут, конечно, выбить кого-то. Еще попытаться именно калаш забрать. Какой-то в защиту может быть и два. Но есть шанс умереть. Поэтому нужно это делать очень аккуратно. Для стараться тут пошуметь, нашить. Пока 3-0 за G2. Пока вот как раз калаш тут самый подобрали, который на миде по, по-моему, экзистенсу залетела. Шальная императрица в голову. Да, Лайс уйдет. И, соответственно, сэйвит себе калаш. Я так понимаю, что выбивать никто ничего не будет. Азер снова на той же самой позиции, что в предыдущем раунде. G2 продолжает победные поступки идти по кэшу. Опять же, атака, как мы знаем, это единственная карта, на которой статистически атака имеет большое количество. Это еще большее количество. Ну, преобладает. В некоторых раундах, да, нежели КТ-сайд. Там не очень сильная, на самом деле, разница. Там типа 55 на 45 или около того, если я не ошибаюсь. И это единственная карта в CSGO, которая имеет подобный баланс. Потому что все остальные карты, как вы знаете, КТ-сайдные. И как бы Valve не меняла баланс, все равно, на самом деле, очень много вещей. Условно говоря, например, на нюке все обновы являются, на самом деле, более КТ-сайдными. Ну, эквивалентно, наверное, только Инферно. Плюс-минус. Нет, там все равно, на Инферно все равно диффенс сильнее. Ну, то есть, именно по статистике, опять же, я имею в виду не PUBG, конечно, а именно про игры и на мажоре. Ну, все равно очень ровненько Инферно тоже заканчивается всегда. Там очень много... Там много просто раундов. Ой-ой-ой, еще прошить мог неплохо. Я, кстати, напомню о том, что на втором канале начинается эпичное противостояние Liquid против Astralis. Одно из лучших, наверное, в этом мире. Потому что, опять же... Да, всем до свидания. Счастья. Всем пока. Всем пока, да. Мы тут покомментируем, кто искренний фанат G2 и Renegades. Всем, конечно, будут... Все уйдут туда. Да, тем временем, это, получается, топ-3 и топ-1 команды мира. Соответственно, пять звезд на HLTV, друзья. Я, кстати, думал, Liquid после победы, они все-таки займут второе место. Но HLTV их не передвинуло. Или... То есть, Liquid взяли какой-то второй шелонный тюрич под названием Malta. Malta, ну, что-то... Ну, и что, ну, типа... Ну, там не было ни Astralis, никого. Ну, то есть... Они как остаются... Они могли на второе место выйти, я с тобой солидарен. Ну, я тебе портовое место... А, ты про это. Я на первое... Потому что Na'Vi отлетели на Чикаго и, типа, не должны ничего получать дальше? На первое не претендую, потому что... Кто в Чикаго у нас в финале играл? По-моему, тоже Astralis, Liquid, нет? Liquid. Да, Liquid отлетели в Салат, причем. Салат. Помню этот гранд-финал. Они отлетели в Салат, но еще и Malta после этого забрали. И все равно остаются на третьем месте. Потому что здесь всем плохо есть. Потому что если у тебя всем плохо, ты можешь даже чемпионата не выигрывать, все равно ты MVP. Все равно второе место хранишь на холл-тв, тем временем... Ой, тайминг какой сейчас был неудачный! Боже! Да, плюс клаус. Кеннис должен пострелять, но он смог, испугался смока этого Гридосфайкшн. 13% здоровья. Может еще минус сделать тут. Неплохо прошивает, кстати. Но тут его забирает Бадди. Как они этот раунд вообще берут? 8 секунд оставалось. И казалось бы, большинство для Ренегейтс. Но как же отыграно от Шокса, Кеннисса и Бадди. 2 кила от Бадди, 2 кила от Кеннисса. Отличнейший заход. Хотя было очень узко. Пространство для действия было минимально для французской команды. И что-то, конечно, здесь Гридосфайкшн и компания очень серьезно зоузали. Совершенно не смогли вывернуть по таймингу с играть. И получили просто шквальный огонь от атакующих. Причем лоу-кп-шный Бадди там пытался прорваться в этот план. И прорвался. Прорвался, да. Оторвался до власти. И Гридосфайкшн опять. У него проблемы со стрельбой огромные. Вот он как-то не очень грамотные позиции, что ли, выбирает. Гратис! 8% здоровья. Сделал килл, но Смитс его очень дико нашел. Опять у него в начале раунда. Здесь он хотя бы килл сделал. В предыдущем раунде просто все отвратительно было. Так, это был под пуш Смитса с фармганом. Я так понял. Поэтому не особо жалко, что потерял девайс. Опять же, если бы это был нормальный девайс, надо было бы его закинуть куда-нибудь на стенку. Тем временем УАЭС сидит у нас на планте. Ренегейт как раз-таки переходит практически всем составом именно на эту часть карты. И G2 будут встречены четырьмя игроками австралийского коллектива. И угадывают. Да. Ренегейт четыре игрока у нас на планте. Ну, так вот разрозненно. Ну, с быстрой пизяшкой, да? С хайвэя, с машиной как раз-таки будет играть GKS. И снайпер у нас за квад отправляется. Туда, если какой-нибудь Молик залетит, после первого минуса он, наверное, будет там плюс-минус сгорать. Опять очень агрессивно. Молота против Леза. Лез отходит. Дабл Молик тем временем лежит на МВК и кваде. Смог. И Лез просто сходит. Смог, сшивая. Не может. Вот Gratis Action только-только заходит. Ну все, до свидания. Это экономический раунд, друзья, от Ренегейт. У них практически ничего не было, не считая. Подожди, подожди, подожди. Вот этот Молик сейчас может порешать очень сильно, потому что там контролит. Два хп остается. Два хп, лол. Там он должен был уже умереть. Джейкос тем временем минусует еще экзистанса. Господи, Иисус, как же он хорошо играет. В окончании этого раунда забрать и ВП. Отлично. Да, было ВП плюс калаш сохранили. Как ты там жил? Да. Ну, угадали. Реально угадали. Под Бенни пошли. Испугались как раз вот этой снайперской винтовки, потому что плюс-минус экономику рассчитывали. И миддл был. Миддл не игрался вообще. Потому что все-таки обычно на миде оставляют либо люркера, который играет с подсадки, там выходит. Он сейчас бы очень понадобился вот именно против этих диглов, которые бы в спину умирали от него. Но его там не было. Да, никакого сплита от ЖТУ. Просто пошли и открылись на А-план через мейн. Миддл нужен все равно при любом раскладе. Ну, не случай с французами. Сейчас может быстрее, кстати, на А быть выход. Вот они сейчас переждут все вот эти смоки и так далее. Просто жестко напрягает. Вот-вот, выход просто под флэши. Девяточка ТЗР. Пока только смотрит так. Но, сейчас дверь. Пошел прострел. Убивает Бадди сам. У нас остается 5-ю хп. В конце концов, КНС добивает Лиза. Как же не прет ЖТУ по стрельбе. Там буквально вот красные парни остаются. И Критиспекшн тоже мажет нас там. С4, посмотри, где лежит. Лоу, оно на красном. Оно наверху красного. Как ее забрать вообще? А ее видят? Ее видят, что она пищит. Ее видят. Все. Надо тупо пассивно отыграть Алинигейсом. Сейчас у них много раскидок. Они могут тупо зонить этот... Оу, КНС. Открылся АЗР против него. Правда, у того было все равно мало хп. Ничего страшного не произошло. Экзистенс получает ВП от КНС. Тут фуловый. С Калашом пошел разбираться. У него уже 2 кила. Надо пойти просто на хайпе. Здесь что-то сделать. Потому что по раскидкам у ЖТУ нет ничего. У них нет флэшки даже, чтобы хоть как-то открыться. Им придется сейчас играть против противника, который может сидеть деталово. Потому что бомба под их контролем. Я чувствую, что Шокс просто сейчас пойдет через... Нет, он просто через мейн. Я бы на его месте, кстати, реально через миддл пошел. Почему нет? Он хочет мейн зачекать. Думает, что может быть кто-то в спину будет заходить, что кто-то уже поджал. Но мог бы вообще через Б спаун пробежать и сыграть неплохо. Времени было много для этого. Сейчас уже на самом деле маловато. 30 секунд остается. Джекис убивает КНС. Но полностью заперто в ЖТУ в этом моменте игровом. Ой-ой-ой, сейчас Градис Фэкшн, тайминг. Смотри. Опа! Да, неплохо. Слушай, можно поднять С4. Надо подпрыгнуть. Забрали? Забрали С4? Да, забрали. Нет, нет. Все еще. Нас умаляется. Выстрел от Джекиса точнейший. Надо щелкать последнего парня. Флик не идеальный. 10 секунд остается. Экзистенса просто загонит здесь до конца. Ему бы неплохо было засейвить АВП. Главное не умирать после окончания раунда. Убегает он в двери. Понимает, что все. Этот раунд закончен. Ж2 проигрывает раунд просто из-за того, что бомба полетела на красный после убийства АЗР из девятки. Просто close. Очень close раунды. Что предыдущий, что вот этот. Да. Не очень удачно. С пачкой. Пачка такая хитрая штука. Снова узкий выход через А. Снова фулл. Команда бежит А. Опять у нее эту люркера, который будет с мидой играть замыкающего. Вообще не хотят разбираться по этой части карты. Возможно, мы увидим такой же, как с оверпассом. Помнишь, где они просто походили в одну и ту же точку А. По кулдауну 14 раундов. А сейчас на Б. Сейчас они просто... Ну да, сейчас уже разнообразие имеется. Выстрел от Гратиса по Кенесу. Вот он проиграл в дуэли. Снайперский шок забрал его в снайперскую винтовку. Пушат дальше, глубже. Надо работать против Гратиса. Гратис сносит и бадди. И бомбу. И надо брать И-4. В ближайшее время ставить его на Б флэнт. Молотова полетели на девятку. Смит с тем временем охраняет. Пачка-пачка валяется. Надо срочно забирать. Забрать, забрать. Перекинуть. Нет, не надо перекидывать. Надо ставить его просто на винты. Потому что там А. Наверное, должен контролить. Не даст поставить нормальный. Висок на холпу. Надо просто переждать. Молик переждать. Он 7 секунд будет валяться. И дальше просто пытаться. Ой, подсадочка не какая. Оуу, Джеки смог бы снести еще и бомба. Здесь, на самом деле, крайне сложный выстрел был. Пачка на дефолте. Тогда Молик сейчас залетит. Нужно срочно уходить. Его почти-то нашивают. Есть по нему информация, что он находится на хэдшоте. Смидс минус Лиес. И цепляется G2 за этот раунд. Да. Но важнейшая перестрелка у нас здесь со спины. Шокс прикончил Зеро, заходящего, соответственно, Смидса на Стоксик. И Джейком вместе с Джейкесом должны хоть что-то сделать. Ой, Джейком сейчас не считает, как он через МОК прошел здесь. Но нет, его прошивает здесь Экзистенс. Последний у нас остается Джейкес, который с девятки будет действовать. Нет, у него информации есть, да, что где-то под ним один игрок находится. А вот по поводу Шокса, что он тоже с Токсика привел. Должна быть информация. Шокса надо тупо халдить. Ему нет смысла никуда идти. Пачка на дефолте. Да, не хочет Джейкес идти. Потому что время уже не остается совсем. И это пятый раунд. Ну, дикие раунды. Но на самом деле очень крутой КС. Ну, намного более интересный, нежели то, что мы видели на первой и второй карте. Потому что кэш. Просто кэш, в котором реально вот подобные, типа, постоянные перепалки. Кто-то где-то минусуется, где-то какие-то тотальные размены, факапы. Очень-очень много ошибок, которые не видны даже. У нас быстрый экшен в начале раунда происходит очень часто. Либо это с мидой играется, либо как раз-таки вот эти быстрые выходы на А-плент, на Б-плент. Но Гратис вытащил все возможное для своего коллектива. Два килла. На самом деле он мог сделать чуть ли не там четыре килла. В какой-то момент, да. Потому что он сделал первый минус по Кеннису. И потом под свою же флешку раз промазал, два промазал. Только с третьей попытки забрал там человека. В общем, даже на плент мог людей не выпускать. У него там все хорошо было. Ну что ж, посмотрим сейчас после паузы, что поменяется в дефенсе от Gratisfaction и компании. Потому что в данный момент австралийский коллектив чувствует себя не настолько хорошо, как и ожидал. Как и ожидала комьюнити, связать кафе и так далее. Но мы, опять же, с Серегой почему-то верим в G2. Стыдно в этом признаться, честно говоря, но все равно. Тем временем 9-9 у нас счет на первой карте на Day Inferno. Астралис против Liquid. Опять же, как мы знаем, именно на этой карте все решилось в гранд-финале IM Chicago. Потому что это пик Liquid, это вообще самая сильная карта Liquid. И я считаю вообще, что Инферно самый сильный именно Liquid. Ну, не считая Астралис, понятное дело. И в зависимости от того, смогут ли они выиграть эту одну карту, у нас будет, зачем у них на правильном стриме будет либо полноценная BO3, либо все-таки 2-0. Джейком тем временем. Вспомнился, как французы будут сейчас за защиту играть. Это вот как раз вот эти реверс-бусты, которые на постоянной основе будут. Да, да. Но, опять же, если они... Мидл близко занимаемые там двумя игроками. Это оно классический французский диффенс на кэше. Ждем. Ждем исполнения тренингейст подобного формата. Джейком у нас на бусте. Как вы видите, G2 пытается его контролить. Сейчас пробегает там шокс, поэтому Джейком должен слышать противника. Да, до свидания. Это минус. Это дроп. Никто на размен не смог выйти, потому что никто в ударной точке не стоял. G2 готова, конечно, замыкать здесь. Джейком через флешку. Молотов влетает. Вообще много ресурсов было потрачено. В конце концов, он смог нанести дэмэдж по экзистенсу, но не смертельный. АЗР на размене попытался вместе с UMP-шкой от Лиза сыграть, но не вышло никого здесь нашей G2. В конце концов, будут пробираться в сторону вентиляции, хотя, опять же, их видели, поэтому сейчас ренегейцы должны будут адаптироваться к подобным маневрам. G2 решили остаться на миде. Пачка у белого. 40 секунд у нас до конца раунда. Нужно принимать решение уже, куда выходить, потому что на последних секундах это не очень комфортно всегда. Но по хай-ваю три человека будут, а там Градис Фэкшн контролирует эту ситуацию минус бадди. Ну что ж, на шифте это так лайтово. Из-за смока вышел просто халява для кратиса, конечно. Ренегейцы четко стоит. 2-2 по планетам, контролирует все позиции, и это через выход на бей, там два человека. Молотов внутрь планета, можно закинуть флешки, все остальное помогут. Сейчас проблемы во времени. Вторая флешка пошла, все слепые, не все слепые. Почему никто не слепой? Две флешки залетают, одна от... Мид решил, решил вопрос, и Смидс просто ворвался на плент, разорвал лицо, поставил С4, просто красавчик Кенниес вместе с ним. 2 на 2 ситуация, кратисфэкшн будет играть у нас со стороны халпы, которая была уже засмощена. При этом в Семе Кенниеса есть две флешки, он может под них сыграть. Уходит в спину, чекает Азера, но в этот раз перестрелка Азера против Кенниеса в спине. Б плента закончилась поражением для француза. Смидс, 1, 33 хп, внутри точки. Ренегейс прекрасно читает его месторасположение. Оу, как же неудачно для Смидса было сыграно. В конце концов, Ренегейс возьмут этот раунд, хотя, опять же, все решалось именно в противостоянии Решара на спине. Ну, Кенниес уже поспешил. Кенниес, да? Да, 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 очень сильно поспешил, именно натопал. Его ждал уже игрок как раз-таки там. Как-то аркадненько, какой-то плайту, такой вот этот залет формата. Сейчас просто чекну по-быстрому и вернусь. Типа, возможно, ему стало сыграть медаль. Чекнул, да, и вот пятый раунд для... Ой, третий раунд для Ренегейс, то есть. Ну что, очередной быстрый раунд, флешек нету. А, есть флешки, все, вру. Есть флешки, аж три штуки, два смока. Ну что, быстрый на B или быстрый на A? Да, думаю, B, что нет, это около дистанции. Ну, нужно смок положить на старт и потом врываться. Ну, не на старт, то есть там как раз-таки от Авика. Тик, тик, чек, флешка. Да, Джейком у нас играет... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, смок. Как же пошел пушить Гратис, а тут в упоре парни. КНС почему-то не среагировал, не смог кого убить. Гратис вместе с Джейком разбирается со всей командой G2. Есть на размине, конечно, Шокс, но все равно ситуация слишком сложная для G2. Их сейчас так замкнут с двух сторон. Не попадает Гратис, зато получает хэдшот. Смит все-таки вырывает жизнь. Гратис забирает, соответственно, себе АВП. Шокс забирает себе М-ку. Это старый добрый G2 АВП у Смитса. Папилон вместе с ним. Друзья, навек. Два друга. О, один из них погиб. Смитс 1-3 остается. Авик. Ну, трудно будет. Минуту. Сейчас посмотрим, какое он решение будет принимать. Или брать этот раунд. Пытаться брать этот раунд. Либо оставаться тут на сейф. А что нет-то? Да, я думаю, он заражит. Я думаю, через скрип пойдет. Потому что обычно человек у нас стоит на машине, где-то чекает. Как раз таки, что быстрая перетяжка была. А тут именно Лес очень грамотно все делает. Он стоит, да, все слышит. Чек за квадом будет? Ага. До конца надо чекать за квадом, либо байтить. Всегда нужно чекать за квадом. Ну, соло опорник на аппланте. Что это обычно? Это обычно либо квад, либо машина. И тут типа, ну, такое. Ладно, ничего страшного. В любом случае, время-то было. Время было у Смитса, чтобы все зачекать. Решил, что надо играть максимально быстро. Его решение. Рискнул. Не получилось. Но, конечно, раунд такой. Из нервных. Гратис, на самом деле, мог отлетать с самого начала. Он пошел в лютую агрессию совершенно под эту флешку и смог. И открылся против диггловца Зешек. При этом всем просто Кенниес не среагировал. Не выстрелил ни разу, когда увидел Гратиса. А тот успел сразу свой носик унесить подальше. 4 на 5 на красный подсадка. Сейчас Экзистенс будет именно с левой стороны. Попытаться отковать. Попадает с первой пули, но голову не залетело. Флешка. Хорошо. Снайпер тут. Команды Ренегейтс отгоняют из коннектора. И миддл занят у нас с ребятами G2. Смотрим, как дальше будет. Пять дигглов. Пять дигглов. Раскидка ушел в рейс. Это минимальная. Но на самом деле дигглы могут перестрелять. Почему нет? Такие дигглы. Авик. Гртес фэкшн. Стидим. Чилим. На винте. Сминс готов врываться с дигглом. Это раунд, кстати, под Б. Потому что есть молик, есть смог. Смог там на хелпу, молик на девятку. И ты можешь спокойно заходить. Главное, опять же, толпой ворваться и разменяться. Попытаться разменять. Главное, что в предыдущем не было постановлено бомбы. Так мы могли бы хоть какими-то девайсами играть. А так приходится вот эти два раунда с пистолетами производить. И такое себе. Два килла от G2. Вразмен на два фрага от тренинги. Что тут? Что? Боже, почему мы вообще не ждали? Он просто прополз. Да. Даг. Р. Роза Р. Последний шок с диглом, но это трудно будет брать, конечно же. Без армора. И опять два авика засейвили. Опять будут продолжать с ними играть. Опять пять. Пауза можете? Сейчас будет девайс от G2. Зачем? Девайсы. Они наверняка уже разговаривали два раунда подряд. Там все равно были какие-то моменты с пистолетами. Тут написано, что у нас Тайлу начала поиски тренера по CSGO. Поздравляю, кстати. В Сене, может? В Сене уже в просто. У тебя говорят, что в Китае нормально платят. В принципе, и в Китае везде нормально платят. И в Dota, и в CS, и в Lola. Адрена, может, в Lola вообще за свое зайдет. Кстати, да. Если взять то, что Адрен сейчас стримит много, у него стоит свободное время. Если он знает английский, я не знаю, на каком уровне. На базе с ним-то точно, чтобы общаться с игроками в пабликах. Вот. И значит, если он много стримит, значит, у него есть время. Почему бы и нет? Очень много казахов учатся в Китае. Именно туда. На учебу ездят так же, как и к нам. Поэтому там будет целый диаспорт. Кто-то подучит китайскому. В связи или переводчик найдется с казахского на китайский. Да. Ну, конечно, сколько человек. Редкий, мне кажется, который именно на чисто казахском разговаривает и на хорошем китайском. Ну, это мы, конечно, не знаем, потому что мы слишком далеко от этого региона живем с тобой. Тем временем, молики полетели. Просто в Казахстане 95% разговаривают на русском языке, поэтому на казахском никто не общается практически. Падди. Выход на мидл. Вместе с дистанцем чекают с разных позиций G2. Эту карту Ренегейт сыграет глубоко в плентах. Никуда не пушат, никаких аркад не существует в этом раунде от защиты. Решили они, что они будут экспериментировать. Нужно отыграть просто наверочку из-под дефолта. Против авику хорошо играть на B. Когда ты занимаешь мидл, тебя там никто не прессует. Ты просто играешь сплит винты и токсик, и у тебя по идее нормально все должно быть. Потому что ты авика должен закрывать, который находится. Ну, трудно. Если ты B занял, да, с каким-то разменом даже 2 в 2, то потом, на самом деле, защиту должна на нас входит. То, что Адрон учился в Китае. А я о чем и говорю, как раз таки, что очень много казахов учатся в Китае. Надеюсь, он задумывается, и тогда у нас будет классная китайская команда под предварительством СНГ опытного игрока. ЖКС. Выбор по винте. Полетело, но не попадает у нас ЖКС в этом моменте. Три человека у Ринекейса на B-планте. Готовы отражать любую атаку. Хаешка на винту G2. Все еще пытается играть максимально медленно. Несмотря на то, что у них уже есть все плацдармы для того, чтобы зайти на B-плент. Ну-ка. Где флешки? Последняя флешка. Последний молик. Отлетает у G2. Они пытаются занять эту точку. Как же они выходят. 20-ая секунда. Триплкилл. Умновенно просто в салат вынесли. Всех игроков Ринекейса этот девайс на раунд. Судя по всему, должен отправиться в копилку для G2 eSports. Мало того, Gratis Faction не засейвит свою снайперскую винтовку. Лиз уйдет в скрип. Да, ему нужно со шрауда спрыгивать, чтобы не полить с вами на позицию. Поэтому уходит скрип. Тут будет за дверью стоять. Ну что, на ретейк. Ну, не ретейк, на выбивание. То есть пытаются искать там в каких-то ближайших позициях. Может быть, на сети где-то спрятался. Но я думаю, дальше не пойдут в сторону скрипа. Хотя Бадди ползет по хайваю. Лиз тут ждет как раз ребят, которые придут. Тут девятый номер стоит. Бадди, да. Там на миде бегает. Шокс тоже пытается найти. А Плент сейчас будет чекаться. Да, кстати, если кто-то вдруг, случайно вдруг тут смотрит также с нами еще и Дотан, то напоминаю, что в Москве будет Мегафон Митреклайш. Это не в качестве рекламы, это в качестве моего личного совета. Зайдите в группу City Hall, все дела. Ну да, кто смотрит Доту. Там топочвент просто. Там будут все лучшие команды мира. Там Рвань. Там Ликвиды впервые на лане за этот сезон. И на новом патче все это. На Дэшечке 7.20. Если, конечно, к этому моменту не выгрузят еще один. В общем, кому интересно, приходите. Билеты, по-моему, еще есть в продаже. Потому что начинается все 8-9-го. Да, да, да. В эти выходные. Суббота, воскресенье. Крокус City Hall, метро Микинина. Все дела. Заезжайте, соответственно. Там вот эти вот фоточки, обнимашечки. Что хотите, все будет. В общем, всех ждем. Да, да, да. Всех ждем. Ну, если вы случайно дотер, конечно. Если вы кайсер, то окститесь, не надо. Там страшно. Ни в коем случае. Ни в коем. А то заразитесь еще. И выплюните то, что услышали сейчас. Да, да. Не надо. Не надо. Ну, мы ждем. Пока пауза закончится. Renegades уже вторую использует. Тактическую. Им нужно хоть как-то найти себя в этой игре. А найти себя очень сложно, когда ты летишь. На девайсах, да, сделали, правда, они два антиэкономических раунда хороших. Вышли на счет 5-6. В принципе, должны их устраивать. Но сейчас у них экономический. Соответственно, G2, скорее всего, будет на 5. Точнее, на 7-5. И потом уже могут закрывать свою пользу первую половину. Ну, у G2 уже один такой отдавали. Одно ВП было и очень много деглов. И из-за этого G2 нужно чуть-чуть поаккуратнее тут отыграть. Потому что, ну, опасно. Вот сейчас Лиос как раз пытается действовать агрессивно. А в мейне, вот, да, как раз и кого-то он может минсовать. Хотя Кеннис там контролит. Все, Кеннис, по-моему, и увидел. Как раз-таки смака выпрыгивающего игрока команды Renegades. Падди выходит уже на B. Там будут чеки какие-то. Опять миддл заняли. Под B довольно-таки агрессивно играет. И стяжка под B идет у нас. От всех игроков Renegades. GK на каплях. Это тоже, кстати, позиции, которые не до конца чекают. Всегда. Ну, и G2 халдят. Как же плотно они халдят. Просто вообще ничего не делают. Ожидают поджиму. Нужна откуда-то информация. Хотя бы с мидом. И реально это засада. Засада, которая работает. Она сработает, мне кажется, на ура. С другой стороны, когда выйдет из скрипа у нас Шокс, он скажет, что парней на Апланте вообще никого нету. И вопрос только в том, когда он это сделает. Экзистенс, чек кафли. Офигенный. Мало того, еще и... Надо просто уходить, парни. Тут вам уже все рассказали. Шокс говорит, пацаны, нету на Апланте никого. Зачем рваться? Пачка побежала. Все, хорошо. Слава богу. Пачка, стой, не надо через спаун. Просто можешь не успеть через спаун. Вот это стрельба, друзья. Это Ришар. Ему, правда, это можно полностью простить. Ну, мы знаем, как Шокс стреляет. Да, когда хочет. Когда не хочет, в принципе, можно вот так вот посмотреть. Ничего страшного. Не случится. Это всего лишь. Ну, миллионный ивент, на самом деле. Все, скоро выходные, Новый год. Надеюсь, вы уже приготовили рождественскую елочку. Ты приготовил? Да. Все, он родил. Да. Ничего страшного. А, она у тебя на стриме стоит, я имею в виду, на файле? Нет, она с другой стороны стоит. Рус. Я просто вообще не наряжаю елки. Уже много лет, лет, наверное, 10, может быть. Для тебя специальные елки есть готовые. Да, да, да. Ретейк-то проходит у нас. Ретейк вообще, я не понимаю, какие елки? Вы сейчас с ума сошли? Что-то вообще происходит? Зачем они просто везде стрелялись? Просто я бомбу не слышу, как она там у нас работает. Все нормально там, они успеют ротифуистить. Ооо, это... Да. Какая-то грусть просто прям талая. Грусть, оскарь, печаль и расстройство? Ага. Ну иди покатайся в колесе. В колесе обозрения. В колесе стоит уже сколько? Чтобы тебе радостно было. Тридцатку лет? Я думаю, больше. Больше, да. Когда там авария была в 86-м году? Кажется, да. Я точно не помню, у меня с атомной проблемой. Ну, но в чате, я думаю, подскажут опять же. Конечно, у нас там историки. Авария в Чернобыле была в 86-м? Же. Или? Же. Нет, тебе скажут, когда был новый вброс со Сталкера. Со Сталкера? Там же второй был по истории. Там сразу все метро 2033, Сталкер. Вся полностью антиутопия, рассказано. Жду, кстати, третью часть метрошки. Так, тем временем, жду. Пытается зайти в мидл, а здесь Бадди и компания. Так, Гратис, Гратис увидел. Что-то не зацепило, не зацепило. Хотя нам можно было похотать. Но именно в Pixel Thales в голову хотел прострелить. Именно 100% убить, но не пошло. Снова, снова G2 проигрывает центральные раунды какие-то непонятные совершенно. То есть мы помним, на Detrain это дабл моутов, которые... Это брак. Да, это брак. Нельзя такое давать. Факт и есть факт. Гратис. Вот брак тоже. Гратис там, который мажет очень частенько у нас по игрокам. А вот Шраут работает, но не чекается вообще никем. Я только сейчас понял, что это Шраут. Лол. Что, рофлетишь, что ли? Смит просто два щелока у него умерли. Он все это время слышит спрей, и он все это время не обращает на него никакого внимания. Подожди, еще два в три ситуации. Да, и ничего уже не решится. Все, до свидания. 7-6. G2 заслужили проиграть после этих двух антиэкономических полностью вообще. То есть такие... Ну, в Тир-1 уровне такое не прощается вообще никогда. В Тир-2 уровне такое прощается. Да, все еще можно вернуться, все в порядке. Но... Ну, я не знаю. Я не знаю, как это Ренигада могут не забрать, если им дают... Им прям пихают эту карту. Им пихают это БО-3 в лицо. Говорят, держите, берите. Мы вам проиграли на Д-трене. Там вы сами не особо хорошо катали, но мы вам отдали этот раунд с молотами. Сейчас держите два антиэкономических в лицо. С еще и поставленной бомбой одним из них. И сейчас держите еще экономический от нас, чтобы в 8-6 уж точно. А потом и девятый взлетит туда же. Да, некомфортно так играть. Ну, реально, такие четкие раунды должны подправляться. Да и сами экономики у нас ребята из G2 брали. Минус 2 GKM, и Бадди разменивает его. Вот GKS минус Кенни. Стрей по Бадди тоже залетает. Последний GKS, ой, последний Шокс, который был слепым от флешки крас-тиммейта из Ренегейтс. И тоже его забирают. Неплохой. Да. Креп камбус. Минус 3-700. Пауза поставлена. Начинает обсуждение. Кстати, четвертая пауза. Это последняя пауза от G2, да. Ну, с защитой они, наверное, знают, что делать. А именно вот атака на последний раунд. Хотят на 8-7 выходить, а не 9-6. Это, конечно, друзья, G2. Это next-level play. Честно говоря, я не ожидал от них настолько слабого перформанса на первой половине. Ну, то есть, опять же, на девайсах-то у них все получается. Все нормально. Среднестатистически они берут хорошие раунды, причем сильные делают. И у них есть чуйка, у них есть хорошее передвижение. Да, у них мало сплитов. Да, у них мало работы типа там на аппенд и плюс-мидл подключать. Они как-то топорненько заезжают. Но ничего страшного. В любом случае, работает часть из этих раундов. Окей, но антиэкономически горит. Ну, исключительно дефолтно отыгрываю, да. Ну, парни любят пострелять. Сходить на полигончик, там, и так далее. А, трипл килл с шауда вот этот вот. Что это такое вообще было? Как это можно пропустить? Ну, у тебя три человека выходят со скрипа. С мейна никто не выходит именно в тайминг. И просто не чекают, потому что ты смог должен... Ну, тут дело не только в мейне. Там же, на самом деле, Хайвей лучшая точка для того, чтобы убивать Шрауд. И Бадди подключился и убил Шрауд. Но только после того, как отдал трех своих. И я не понимаю, почему Смит все это время не слышал. То есть, может, они играют в каких-то... Лиза Смитс один на второй. После и смог. Не, ну это... Это Хабелла. Мне кажется, да, поплыли чуть-чуть. Плэшечка себе в лицо от Эгзиста. Ну, потому и паузы берут, что-то понимают, что плывут. Тяжело. Надо отыгрывать. Эгзиста нас убивает в ответочку Лиза. Есть шансы. Есть шанс на взятие этого рауна на Плэнт ОДЖ2. Ренегейтса. Копались вдвоем здесь. АЗР погибает на погрузчике. Градисфэкшн на ярде. Надо играть сейчас максимально качественно на удержание. Дождаться своих тиммейтов. Подъезжает Джейком на помощь. Но Шокс его контролил. Теперь уже у Градиса шансов просто мало. Что? Его выпустили, но убили. Ладно. Но выпускали его точно совершенно. С этого ярда обычно на хвате такого не должно происходить. Раунды, которые не должны браться, они берутся. Потому что вот здесь вот тебе Лиза просто делает два опена великолепных. И как бы 5-3 в 5-3 уже остаешься. Ну, ты не должен отдавать такие раунды. 5-3 просто первых двух таких опенов. И ты все равно берешь раунд. Ну, Джетус, возможно, скорее всего, возьмут этот раунд, наверное. Эгзистан Шокс, я думаю, разберутся. Будем смотреть. Почему-то на открытой пространстве стоишь вообще. Он псих. В любом случае, Эгзистан на самом деле потащил, господи, команда, этот раунд. Он показывает нам, кстати, повтор с первого. Очень-очень сочный. Это, кстати, очень крутая пистолетка была от Джетуса. Реально крутая. Но с которой сразу захотелось в них верить еще больше. И на самом деле они делали дальнейшую непокинку. Здесь Градис, кстати, красавчик. Вот со второго только с третьего попадает. Да, да. Ну, в таких выползающих он стреляет нормально. А именно в выбегающих пока не хватает. Здесь тоже, кстати, АЗР очень спас этот раунд. Потому что вот эта Эка, которая залетала на самом деле, там подбирали бы девайсы. А АВП, как раз, который в пункте валялся, там очень трудно было бы уже взять. И тут Бадди. Тоже попытка. Тут неплохо настрелил, но ему просто ХП себе, наверное, не хватило. Это игра, это не игра. О, вот этот момент. Первый, второй, Кейнс разворачивается. И вот пист это время вообще АФК в тарелку. Он прочекал мейн все это время. Ну, окей. АФК за чаем просто встал, парень. Ну, что тут можно сказать? Аж оксимарон, а не игра. И давайте посмотрим, чем закончится вторая половина у нас. Пока, опять же, да, команды явно равны по скиллу. Вот прям вот стопроцентно. То есть, если взять не индивидуальное, а именно просто общий. Если их столкнуть еще, например, 3-4-бо-3, вот если бы они подряд сыграли, я уверен, что у нас было бы 50 на 50 примерно винрейт. Причем 2-1, 2-1, 1-2, 1-2. Да, вот такое вот. И потому что невозможно это предсказать вообще никаким образом. Это совершенно рандом, тотальный. И G2 сейчас, ну, посмотрим, что они смогут сделать на дефенсе. Ну, вот первый плейнг как раз так и закончился. 8-7, да. Посмотрим сейчас, как будет. Я все-таки до конца верю в G2. Вот, смотри, о чем я и говорил как раз. Вот она. 3-б, 2-миддл. Ну, на Апленте вообще никого нету. И самое главное, что у G2 не очень много гранат на ретейк. Это печаль, да. Один смоку, и дефус кит. А надо зайти со спины, уже пушить постепенно G2, на самом деле. Ну, бадим. Вот получил инфуарь смоку, и надо уже пушить. Надо уже пушить со стороны B. Типа, обходить на тест-пауна и заходить со стороны. Они на спор не двигаются. Опять же, думаю, что это фейк. Классная. Идентичный раунд, как у нас был на первой половине. Только тут даже нет никого на машине и так далее. Пусть именно 5 человек. Ну, погнали в четвером с машины. Офигенная позиция, конечно, ничего не скажу. То есть, опять же, можно было по тест-пауну отойти. Но давайте посмотрим на выбивание. G2 могут здесь показать просто стрельбу с писков. Пошла заруба. Джекем убивает одного. Второго Джейка с третьего АЗР. И это просто легчайший раунд для Ренегейт на пистолетке. Зеркалка, да? Абсолютная зеркалка. Причем здесь, если в предыдущий пистолет на G2 надо было показать реально чудеса крутых флешек и смоков, то в случае с АЗР и компанией они просто в топу и сели и с позиции отстреляли своего оппонента. Да, просто тебе даже информации нету. Тебе не дает парень информацию с машины. Ну, это не знаю, нужно ли так делать, не нужно. Вот, опять же, Толю бы послушал все-таки. Он последний парень, который у нас играл. В Pro? В Pro, да. Последний Мамонт. Вот его услышим. Что за пистолетка, может быть? Он ее придумал. Вот как и Нестич поставит. Это я придумал просто. Никому не рассказывал. Да, да, да. Может, Толян тоже придумал такие пистолетки великолепные. Из-за этого как раз он закончил карьеру. Сейчас он мне выскажет, когда я в аналитику приду. Это сегодня еще на анале, да? Да, следующем. Понял. Именно на нем. Ну, сокращенное. Кто меня явно за это? Ничего не скажет. Тем временем у нас пять человек в джету на B-планте. Основа отдана, но здесь как бы экономический раунд, поэтому подобный стак только приветствуется. Либо кто не рискует, тот не пьет шампанское. А у нас-то тренингист выходит на A и ставит C4. Грамотные команды в Nike раундах играют всегда через мидл. Чтоб не попасться на вот такие вот мероприятия. Застаканы. Нет, здесь просто еще спину. Тут сразу я минус раз. Минус два. Минус кенис. Двухшот не должен перестрелить, потому что тиммейт помог. 10-7. Девайсик потеряли. Но это ничего страшного. Я думаю, Катерс Фэкшн сейчас может взять снаперскую ментовку. Надо сейчас, конечно, выйти на сильный раунд у G2. Чем они решили не делать форс, как они делали на оверпассе, на атаке. На защите, по-моему, тоже кто-то. Ренегейтс, по-моему, делали подобный раунд. Давайте посмотрим, что у них по девайсам в этом будет. Пока подраскидались парни. Вот она, эмки. Вот они, отсутствие диффуз китов. Первый армор кенис и бадди. И по моутовым вообще ноль штук. Так что антирашевые какие-либо раскидки здесь не пройдут. Хорошая посадка вот эта. Сейчас увидит кого-то. И умрет. Не факт. Сдаю 100% вообще. Лол. А че чел, который стоял? Поздно среагировал. Окей, бывает. Просто моментальная смерть была. Если бы он долго шил бы, да, а тут он сразу залетел в голову. Поэтому все четко. Ну да, на Вювере у нас сыграна от ЖТУ. Тем временем у них большинство. 5 на 4. Джейкем падает следующее. Лес вместе с Джейкем и Гратисом. Должны будут хоть как-то перевернуть этот раунд. Напомню, что у нас последний раунд таким же образом заканчивался. ЖТУ потеряли 2-х и сразу же перевернулись. 3-5 на 2-0. Шокс. Выпад. Флешка должна сейчас быть. Утимейтер. Лол. О, они сейчас умрут просто все. 1 хп. Лол. Он умер. Он умер, конечно, здесь просто против префайера вышел. И теперь уже ситуация 3 на 3. Смогли у нас два опорника на АБС играть намного-намного лучше, нежели их тиммейты. На миде. Бадди. Прострелы по Лайзу. У него остается 48 хп. Лиас вместе с Бадди. Мансует 2 на 2. Точа 1 на 1. Джейкес тем временем у Токсика. Лиас проиграл свою позицию. Теперь на Джейкеса можно напасть со спины. Нет, он решает выйти с винтом. Мид проигрывает перестрелку. Смок против ЖКСа. Ответственно, теперь осталось отстрелить Гритис Фэкшена. Какая же жесть, как же сложно дается этот раунд сейчас. Экзистенса нет для фоскитов, у него нет смока, у него нет вообще ничего. Джейкес просто выиграл в этом противостоянии, тупо отморозившись. Отморозившись, отморозившись. Да, так и есть. Все, Гагага. С этим раундом Экзистенса еще и он за сейвит, за сейвит. Это неважно, на самом деле. Я очень плохо бомбу слышу. А вот она, Тока. Я не слышу, как она пищит вообще постоянно, когда происходят у нас эти ретейки, перестрелки и так далее, надо чуть погромче тик слышать, поставить. Ну, это невозможно, к сожалению, в кайсе. Что ж, друзья, у нас будет Na'Vi в ближайшее время. Na'Vi против команды... Ghost. Ghost. Это знаете, как этот... Ghost? Busters. По русскому. Там, например, как правильно делать сгущенку. Вот парни знают, как правильно делать сгущенку. Ghost 17.05. Да-да-да. Я, кстати, не знаю, какие там Ghost'ы конкретно по номерам. Я тоже не знаю, просто так на рандоме влепил сейчас. Рандомнул. Сейчас ты скажешь... Ооо, как же было близко. 17.03. Та-та-та-та-та-та. О. Еще одна счет попытка будет. Нет, не получилось. Хорошо бросать правильно. Своего там залепит, понятное дело. Не получилось здесь выйти. Не знаю, зачем он вообще выходил. Хорошо стоял. В винтах ему все разбили. Вот, Кеннис. Гигл заработал. JKS минус Кеннис. Бадди. Сейчас он может, на самом деле, решить. Но пачка куда будет выходить? Думаю, в сторону Аплента. Да, идет стяжка у нас потихонечку от Рингейдов. И JKS здесь люркером оставляешь, чтобы именно еще чуть-чуть пошумел. Можно где-нибудь на гранатке подловить у нас игрока команды Рингейдс. Но нет, тоже отходит как раз таким. Аплент пустой. Я, конечно, просто орус предыдущего раунда по поводу этих 3 в 5. И теперь этот 3 в 5 дает им возможность, еще возможность Рингейдс выйти на 12-7. Здесь, конечно, еще отмится. Может быть, что-то прилетит. Вот было бы неплохо что-то нацелить. Но в любом случае ситуация крайне печальная. Зачем так открыто-то выходить? Да ладно, уже не жалко ему этот скаут. Пошел, умер. Ничего страшного. Баддис сейвит калаш на следующий раунд. Это 12-7, друзья. Осталось всего 4 раунда для того, чтобы Рингейдс выиграли в этом БУС 3 противостояния. Опять же, ну такое, что G2, что Рингейдс показывают. Так что, скорее всего, в следующий раунд они куда-либо не пробьются. Можно двойной авик взять, попробовать. Смитцу дать. Как раз таки, или сам Шокс может взять этот АВП, что пока не получается. Я напомню, что это, кстати, один из самых последних ивентов в этом году. И следующий, насколько я помню, будет последний Бласт. То есть он будет закрывать, на самом деле, все эти... И EKS у нас еще. А, подожди, EKS прошел. ИСЕС ты имеешь? ИСЕС. Да, ИСЕС прошел. Прошел, прошел. Все, это последний ивент. Дальше у нас будут... Мальта закончился, ИСЕС закончился. Да, остался Бласт в Португалии. Да. Бласт их всегда мне нравится. И PGL Grand Slam 15-го числа тоже закончил. Короче, в одни и те же выходные у нас будет Бласт и PGL. PGL Grand Slam. Я имею в виду у нас в CSGO. И в одном будут топовые коллективы типа Astralis, Na'Vi, Phase, Mibor и NIP. В другом будут Fnatic, Ashera. Да, это на Бластик. В принципе, тоже состав то, что и было у нас на Копенгагене. Да, да, тот же самый. И Fnatic, Ashera, Mistel. Соответственно, это будет последний вообще лан, который только будет происходить в этом году. С 15-го числа у всех, соответственно, коллективов будут выходные до первых миноров, мажоров и так далее. Месяц. Да, около месяца будут все отдыхать. Ну и, конечно же, миноры катавийцы. Ну, для тех команд, которые на мажор не вышли. И у них будут, соответственно, эти миноры проходить 16-го числа. Что европейские, что СНГшные, что американские уже попозже. Соответственно, что касается дальше, самый, наверное, большой ивент следующий будет уже происходить в феврале. После мажора, получается, только в марте будет Старладдер. Короче, весь февраль полностью под один мажор выделен. Но он идет три недели. Минор неделю и мажор две. Да, да. Короче, сочно. Сочно, наверное, будет. В смысле, мажор. Хороший. Хороший жжет. Ну, мы ему дали вообще выйти. Он просто не разгорел, смотрел. Где-то рядом. Буквально пикселя. Не хватило. Шокс пошел выбивать уже лицом просто. При фаеру Джейкома. Не получается ничего здесь сделать. Гратис вместе с Джейкомом Азером. Три на три ситуация. Можно вытащить. Можно вытащить. Прямо здесь и сейчас. Французы идут на падение. Хаешки. Полетели. Джейкес. Хэдшот. Неплохой. Смит с ответочкой пошла. Азер. Стрельба. Нормально. Кенниес. Один на один. Против Гратиса. Ему надо доказать, кто здесь жестче. Кто сильнее. На раунд он уже все равно проиграл, на самом деле. Бомба взрывается. Немного тоже не отпустят. Лол. Это минус. Да, это Габелло. 13-7, друзья. Ренекейтс просто зарашили Аплент. Это было легчайшим решением. Джуту не взяли ни одного раунда на второй половине. Ну, это 30% финрейта. Атака защиты, то есть, не работает. Как же слабо, конечно, выступают французы. Причем, опять же, здесь даже нельзя сказать, что у них А замена. У них были замены, да, но это старый их состав, в котором они играли на протяжении полугода. И не то, чтобы они очень быстро успели интегрировать своих новых игроков, а вот со старыми у них не получается. Ну, забыть старое. Это такое. Ты не можешь так быстро. Да, да. Ну, то есть, наиграно все уже вместе, очень-очень много времени. А помнишь этот раунд? Да, помню. Да, вот недавно уже играли. А помнишь этот раунд? Да, помню. А вот этот гранат помню? Помню, конечно. Помни вишня? Помни ягоды? Помни ягоды. А помнишь Чубаку? Чубаку помню. Да, помню. Джейкес в упоре. И насквит от Бадди. Бадди его перестреливает. 4 в 4 ситуации. Винты сейчас будут захватывать. Кеннис попытка выйти. Да, нужно отходить. Хорошо его здесь нашивают. Да, 50% здоровья. И ситуация уже не особо выгодная для ребят из ЖТУ. Нужно отходить. Да, перетягиваются они под Аплент. Пачка тоже стягивается. Уже уходит у нас один человек винты. У него винты в скрип. Начинают путаться. Минуты до конца раунда. Ну, это Аплент. Уже 100%. Они есть туда. Перетащили бомбу. При этом всем там два опорника. У нас Existence стоит на NBK. На хайвэй базе. А нужно ли играть втроем со скрипа? Вот в чем вопрос. Ну, если Бадди убьют мгновенно, то все, это Габелла. Там Existence точно перекроет. Их перекрестным просто сейчас закроют. Ну, да. Но надо убивать Бадди. А Бадди никто не убивает. Он делает даблкил. Хотя, на самом деле, один из этих фрагов делает Джейкем. По своему собственному тиммейту. Гратис. Отвратительная стрельба здесь. При том, что он имел информацию по Existence. Подожди. Пикнул шифтом. 30 секунд. Еще Азер идет как раз шорта. Минус раз. Улзы. Ашок сейчас умрет. С двух сторон у него выход. Ренегейтс поставит все четыре в ближайшее время. Азер не чекает Решара. Он не имел ни малейшего понятия о том, что Шок здесь находится. И Шок сделает два килла в окончании этого раунда. Ну, не знаю. Три скрип. Ты все ближе и ближе ко мне продвигаешься. Я смотрю, прям с каждым раундом. Сори, братан. У меня Сокастер прям... Наша близость, она такая. Да. Хорошечно. Держи себя в руках. Я держу. Ты же ко мне продвигаешься. Я про себя. А, ты про себя. Я совсем просто советую. Поменика, вот, точно. Я просто не смотрел русскоязычный, ну, в смысле, русский перевод Саус Парка, этой серии. И вообще Саус Парк. Поменика? Поменика, да. Ну, там, помни ягоды, поменика, разные варианты есть. Но я просто смотрел... Помни ягоды? Я просто... Ну, да. В английском они, по-моему, Remembers назывались или как-то так. Или Membris, да, Membris. И я смотрел их... В общем, это перекликается еще не только с памятью, еще и с мемом. Membris. Вот. И я просто смотрю только все с субтитрами в оригинале, поэтому не помню, как оно называется в русском языке. Но большинство для вас, соответственно, поменик, так поменик. И это хороший перевод. Но мы отправимся, соответственно, на дальнейшие раунды после паузы, в которые мы смогли поболтать про мультики. Теперь надо болтать про серьезные вещи, такие как игры компьютерные. Игры компьютерные – это очень серьезные вещи, да. Ты слышал, кстати, что челик из правительства в Германии сказал то, что надо запретить называть киберспорт. Киберспортом, потому что это не спорт. А что? Ну, типа, не спорт, потому что, типа, когда люди нажимают на клавишу, это не спорт для него. Это Ангела Меркель? Нет, нет, нет. Какой-то, типа, просто чиновник. Смитс. Один на один размен. Пошел заход. Вот JKS получает ХЕ-шку в лицо. 59 хп, у него остается атака. От Ринни Гейтс уже нашла себе применение на Б-планте. Они заполонили его и поставили все четыре в ближайшее время. Кенни Ес на девятке. Гри здорового парня. Я готов играть только вместе с вами, тиммейтами, экзистенс, вместе с Бадди. Будут наступать с трех разных сторон. Соответственно, есть девятка, есть выход со стороны Токсика и, конечно же, винта. И посмотрим, как все эти три дуэли закончатся для G2. Лес должен играть, потому что от него сейчас многое зависит, потому что два человека в планете, это не очень комфортно. Но от Лизы сейчас очень многое зависит. Потому что не читаю сейчас человека, который со спины. Кажется, так же, на стадии Лес не перестрелит здесь экзистенс, а ее со спины как раз-таки... Нет, все, всех читают. Всех закрыли, всех читают. 14.8. Ну, просто очень жестко стояли у нас, ребята. В планете они двоим смотрели и выход из Сити, и девятку. Не читали выход с Токсика. G2? G2. G2? G2. Ладно, смотрим. Ну, два G, да. Все верно. Да. Так. Диглы плюс ЦЗ. Ну, в общем, в целом, понятно, что это олыновый бай, потому что нельзя давать ренегейт в 15-й раунд. Но мы думаем... Точнее, я думаю, что все прекрасно понятно, к чему это все идет. С хорошего респауна он собирает здесь уже экзистенс. Это подсадка, сейчас может сыграть на самом деле Смитс. Но это муха. Это муха, и это надо четко в голову дать. G2 будет в движении. Просто так, наверное, не будет открываться, стоять там, ждать в смог, выглядывать. А мы постепенно с каждой смертью G2 прощаемся с ними на турнире. Напомню, что это была для них ESL Pro League с миллионным фондом. Да, матч на вылет, и очень близко, вернее, гейды, чтобы забрать эту карту. Ну, этот раунд нужно добирать, это точно, чтобы бай противный. И следующий раунд тоже будет не очень крутой. Противный. Противный. Раунд. Тем временем, кстати, Астралии все-таки закрыли ликвид на Инферно. И дальше знаешь, какая карта? Да, это означает то, что команда со 100% винрейтом будет играть на этом Никео. Это будет интересно посмотреть. Напомню, что они не проигрывали вообще ни одного. За, уже не помню, сколько времени. Была какая-то часть, да. По-моему, 26 подряд. Девять месяцев, по-моему. Да, 26 подряд. Лановый рекорд на Никео. С начала 2018 года они проигрывали. Что-то, ну, где-то из этих там. Десять месяцев. Десять месяцев, вот, да. Не девять-десять. Приграли Маузам на ЕСТЕ с Кизом четвертом. G2 тем временем отлетает ван-бай-ван. И тут, и там, и тут, и там, и... Последники Аниска тоже здесь представили. Пятнадцатый раунд. По две тысячи денег у ребят из G2. Хотя, соответственно, еще раз такой же бай, который мы видели. Тоже ЦЗ-хи, деглы, скауты без арморов и так далее. И, скорее всего, Ренегейд у нас проходит дальше. Не смогли G2. Не смогли. Техническая пауза, тактическая пауза. Тих-так? Тих-так. Тих-так. Фу, реклама. Маленьких оранжевых кружочков. Овальчиков. Понимаешь, знаешь, что на Чернобыле у тебя все-таки есть полигон оружия. Ну да, кто-то запрятал. Причем современного еще. Да, современного. Кто-то приехал, короче, говорит, пацаны, вот вам схорон на B. Мишени валяются. Вот что значит там было. Да. Тусовка. Раскрыли секретный материал. Юго-западного управления. Юго-западного управления. Да-да-да. Вот-вот-вот. И, типа, Чернобыль. Тут реактор ядерный. Сократите до Югу. Теперь все знают тайны Югу. Стей. Фит возборонен или как там? Да. Anyway. Проход запрещен. Проход запрещен, да. ЦЗ Хи, 5-7. Но этот бай в любом случае ничего не решает. Мы понимаем, что если Ренегейс даже здесь проиграют, они выиграют следующим или после следующим, после-после-после-после-после-после-после-после-после-после-после. В общем, дальше можно продолжать до бесконечности, потому что у Ренегейса очень много маппоинтов. Ну, возможно, последний раунд на этой карте. Да. Потому что 3-5-7, Диггл, ЦЗ Хусмидса. Заняли мейн здесь. Я думаю, через мидл сейчас должны играть нас ребята из Ренегейс, чтобы понимать, что, опять же, не очень крутой бай должен быть у G2. Ну, скорее всего, 16 лет 8 сантиметров. И, честно говоря, это не тот объем. И это печаль. Да, которую мы ожидали от G2. Надеялись, что по боли. По боли до коля. Джейком тем временем смотрит снизу. Дропается дальше. Стак Б-бланта. Последняя попытка угадать. Если сейчас атака пойдет на А, то это конечная. На Б еще можно как-то побороться, хотя там Кеннис уже красный до 22% хитпоинт. Он отстрелен. Кратис открывается колпом на хайвей. Просматривает Аплент. Там никого нет. Ну, в смысле, там есть один напорник, но его пока не видно. Смид смансует. Дает инфу о том, что никого нет. Зато за квадом сел, ждет. Просто им нужно ждать, да. Попытка. Свинтов какую-то агрессию навести. И пачка будет выходить в район. Да, и там по хайвее просто и люркер в лице там GKS будет мейн закрывать. И, скорее всего, смидцы просто поджигают, выкуривают его. Здравствуйте. Минус один, кстати, делает. Минус два делает. Минус три, почти патронов не хватило. С гранатой решил добить себя и взорвать всех. Камикадзе Ди просто. Шок, тем временем, тоже погибает. Какая смесь из градусов. На последних секундах. Две секунды. Одна успеет поставить. И это 5-7. Они не очень круто стреляют. Секшн минус один. Два человека. В движении ты имеешь в виду? Да, да, да. В движении не стреляются вообще. Красавчик. Что я могу на это сказать? Прямо молодец. Сыграл красиво, качественно. В окончании этого противостояния. В любом случае G2 этого не хватило. Прощаемся мы с французским коллективом. Напомню, что это был последний матч в этом составе для G2. Не зашел наш прогноз как раз, что они могут забрать эту серию 2-1. Хотелось бы как раз, чтобы они еще поиграли в этом составе. Но да, у нас вылетают смидцы и экзистенсы как раз этого состава. И дальше посмотрим, что там будет происходить в французском Counter-Strike. Да, отправимся к нашей аналитике. Чтобы поездок было много, они должны стоить мало. Так работает таксипортация. CityMobile. Таксипортируйтесь от 89 рублей. Intel technology powers the best of esports. And the best demand a superior level of performance. So we're introducing the 9th Gen Intel Core i9 processors. Designed for the world's best gamers. In celebration with our community, we're hosting the 9th Gen Intel Core i9 processor Dreamstakes. We want to bring you inside our world of esports. For once in a lifetime experience that only Intel can provide. Enter for a chance to win a trip to one of nine world-class events across three sweepstakes. We're taking the winner and a guest behind the scenes for a one-of-a-kind VIP treatment. Winners will also get the latest 9th Gen Intel Core i9 processor and walk away with exclusive swag. Enter for your chance to win starting November 5th, 2018. Visit corei9.intel.com to sign up for more information. Let's go. Let's go. Let's go. чувство самым быстрым безлимитом. На тарифах включайся. Мегафон. Для команды G2 проигрывать отнюдь не впервой, друзья. И ощущения для них совсем не новые. Ну а вы, если хотите новых эмоций от любимых компьютерных игр и стримов, то добавьте остроты с нашим партнером БК Лига Ставок и станьте участниками настоящих сражений. Сражение было. Сражение такое. Ну, не самое выдающееся, возможно. Да и игра, в принципе, во многом странная. Неожиданный результат. Знаешь что? Нет, результат неожиданный, потому что я думал, что G2 выиграет, потому что они хорошо кэш играют. И знаешь, что меня больше всего поражает? Команда. Чтобы попасть на этот турнир, играет несколько месяцев эту лигу, проходит там все, я не знаю, трудности, поражения, побед, выигрывает кучу команд и попадает наконец-то сюда. Прилетает, отыгрывает. Выигрывает классную пистолетку. И потом, вот знаешь, у меня такое чувство сложилось, что G2 после карты The Train поссорились немного. У меня сложилось впечатление, что G2 поссорились где-то полгода назад. Нет, нет. Вот типа они играли, у них все получалось, они тащили, там, обыгрывали, собирались. И вот после The Train они как будто, ну, что-то случилось в этой команде, и они перестали играть так, как положено. потому что три показательных раунда было за первую сторону. G2 должны были выигрывать вообще первую сторону, ну, где-то, я думаю, 11-4 или 10-5 край. Но это точно. Вот один из показателей раундов, если посмотреть, что делает Смит, он вообще бежит и смотрит в никуда. Ну, это да ладно. Две, две отданные пистолетки. Если на первой еще ладно, у них не было люркера, там это, ну, большая ошибка, и они пошли на плент, и там в этот момент тренингейт сделали засаду, угадали, окей. Но вторая пистолетка, это вообще, это край плохих слов, которые можно только подобрать команде G2. Они вышли, значит, на B, там засада. Они делают размен одного в одного. Шокс выходит на A и говорит, а, чисто, парни, 4-B. Они все без проблем стягиваются в четверо, ставят в бомбу и проигрывают каким-то чудом этот раунд. Они все бегут на них просто. Они не стоят, не ждут. У типов даже диффузов не было, что ты понимал. У них не было ни диффузов, один армор, один кольт, и они умудрились выиграть раунд, прибежав с B на A на плент. Это вообще что? Ну, как так можно было проиграть? И смешно, и грустно, на самом деле. Ну, вот после такого, я не знаю, там половину состава, ну, у них и так кто человек. И так, и так. Все уже было придумано до себя. Минус Экзистенс и минус, я не знаю, пусть кто-нибудь еще. Легендарный капитан Экзистенс. И минус Дебардо. Результат мог быть лучше. Ренегейцы не так круто играли. За атаку Ренегейцы, ну, делали все то же самое, что G2. И выиграли там только потому, что G2 посыпались. Реально посыпались. Они проиграли такие два важных раунда за первую сторону, что перевернули всю игру Ренегейца, выиграли сторону 8-7, хотя должны были проигрывать там в 5 раундов, наверное, должны были брать. И должно было все заканчиваться в счетом 16-7, 16-8. Ну, вот, пожалуйста, мы видим 16-8, только в другую сторону закончилось. G2, G2, G2. Неплохо. Аналитика. Впрочем, как и обычная команда G2. Да, поражение, то бишь, имеется в виду. Что здесь сказать-то? Самое забавное, то, что можно добавить к Толе, как бы дополнительные штуки. К Толе добавить дополнительные штуки. Сейчас, подожди, аугментация. Давай посмотрим на Толю. Какие можно дополнительные штуки добавить? Волосы, например. Еще. Ну, а в остальном-то идеален, я считаю. Руку, базуку и руку с попкорном. Нет, руку базуку не надо. А как базуку и попкорн есть? Неудобно же? Закидывай. Не-не, короче, я пас. Давайте нормально что-нибудь. Окей, короче. С волосами ничего, так идея будет. Спасибо, спасибо. Остальное не очень. По поводу команды RingGate, самое забавное, это что у них тоже не все так сладко получалось, при этом действительно G2 не смогли работать на этих микромоментах, когда могли бы работать, черт возьми, на этих микромоментах. Выходили, например, ребята из команды Renegade не чекали железо на пленте сверху, да, там были от бади, по-моему, приемка была вроде неплохая. Местами с удержанием плента были проблемы, но черт возьми, насколько плохо G2 играли в ретейки, типа плента, господи, почему так медленно, почему так плохо, почему все не к месту, без defuse китов, почему вы так долго это делаете. И что-то, и все не так, и гранаты не се, и сыграли все вместе, типа 13 по 14 фрагов, мы только что увидели, то есть вроде вся команда. И, кстати, Анатолий, Анатолий уже говорил, между прочим, что, мол, вот могут они морально, типа, посыпаться, и вот поругаться, и так далее. Так и было. Нет, ты говоришь, в смысле, профессионалы, все дела, это так не должно работать, но, блин, эта команда... Нет, это не должно работать, когда это команда. Это не команда. А когда это G2, то это как бы нормально. Нет, это 3 плюс 2, все это прекрасно понимали. Это была сейчас не команда. И видно было, что они посыпались, что у них нет общения такого. Вот знаешь, такое живое общение в темпике есть, когда там демолейшинфы, когда 3-тейк делаешь, когда все круто и все супер. Они делают 3-тейк 3-2, у них нет диффузов. Момент, просто показательный момент. Они знают расположение двух игроков. Один поставил бомбу, один на токсике, стоит контроллер. Они говорят, я сейчас дам смог, чтобы мы прошли втроем в плент, задавить плент и потом отыграть. Кидает кто-то смог, смог еще не взорвался, а уже кто-то бежит и умирает. Такое было и на прошлой карте, если что. Ты помнишь от Шакса такие истории. Да, но на прошлой карте Кеннис там включился и жестко отыграл, и они более-менее отыграли. А сейчас, пожалуйста, нет ни Кенниса, нет ни экономики, чтобы Кеннис появился с АВП. Ничего не было. Вот и пожалуйста. Вот это, кстати, Анатолий правильно вспомнил. В плане вот этих моментов типа с офф-таймингами от того, что хей, я кидаю под тебя смог, а ты выбегаешь, и человек перед смогом такой, я уже выбегаю, где мой смог, отлетает и смог. Очень вовремя комично получается. Причем раунд 5 в 3 был. Да, да, да. Это первый байб был. И вот очень много таких штук от команды G2. Ну вот в этом составе, который мы видим, видимо, последний раз. 5 штук за одну игру. Да. Ты считаешь, 5. Один это когда на бусте сидел в минус 3 и не было инфы, как будто о нем, он там бессмертный. Два отдана хэка, 5 в 3 отданный раунд, и раунд, когда они без диффузов были, просто не успели раздиффузить. Да, это вот на планете. Все, 5 раундов, понимаешь, вот отними 5, прибавь 5, и еще экономические раунды. Вот тебе истины. И в итоге все 16. И это G2 сидели, играли, топовый коллектив. 28 место в ХЛТВ рейтинге, свободно, домой. А вот такая игра французского коллектива, она о чем свидетельствует? Тут, в принципе, есть два сценария. Первый — это то, что коллектив G2 в таком составе в принципе не мог сыграться, ну, то есть априори. А второй — это то, что они сейчас не в лучших отношениях друг с другом, и из-за этого портится коммуникация. Какой сценарий более вероятен, на ваш взгляд? Да, у них все одни и те же проблемы всегда были. Это типа эмоциональный настрой. То есть это изначально все идет? Двух из трех игроков, как минимум. Это Шокс и это Кеннис. Да, да, именно все так. И как раз вот, типа, новые игроки там добавят им уверенности и добавят, бог его знает. А сейчас вот в этом старом составе там бенчанули Жиди Бордо, бенчанули Экзистенса, и опять вот эта вот айджельская типа тема, кто, что, кем заведует, никем. И вот они все закрылись, типа, в смысле, в себе, и такие типа, ну кинь под меня флешку, ну я выйду. Типа флешка криво кидается, и челик выходит, он такой, ну я вышел, а ты кинул флешку. Как бы план сделан, план сделан, все. Окей. Мы сделали, что могли, это называется. Will be back stronger, черт возьми. Грустно, что в этом составе у команды Жиду, потому что, напомню, они не успели по правилам ESL. У них было, по-моему, типа, если бы за полторы недели до, то, может, еще бы проскочило в эти финалы. А вот не проскочило, и все как бы к черту и бабушке поехало. А было бы по-другому. Не было бы по-другому. Они даже не дошли до Ренегейса, я вам скажу. Они проиграли бы HellRaisers и все. Потому что они играли на энтузиазме, они играли на том, что у них было, ну неплохие там наработки были, что-то умели играть. Но это было до первого момента, пока в коллективе не начнется вот это, внутри коллектива не начнутся какие-то априори там кто капитан, Шокс начинает капитанить, потом вдруг Экзистенс капитан, и все это началось во время игры. И прям видно было, что после второго проигранного эка команда больше не играла. Они просто доигрывали этот кэш, и там, я не знаю, ничего у них, не то что не получалось, они ничего не делали, что получалось. Как они хотели выиграть, ну, не играя в Counter-Strike. Просто бегая и попадая, ну, окей, ну, где Шокс, где Кеннис. Сделали бы классное эко, купили бы два ВП, сели бы себе в два ВП, там и играли бы. Но они этого не сделали. Они сделали там, решили сделать фулл эко на втором раунде, потом бай на последние деньги и пять в три проиграли раунд. Пожалуйста, сами виноваты. Да, кстати, показательно, вот как раз после пистолетки, то есть сравниваем первую пистолетку, любой раунд где-то в конце игры. Типа, классные флешки, все стараются, там из-за шесть сил последних патронов, вот это вот на халпе, типа под аплентом. Я убиваю чуть ли не четырех, там подряд убиваю с одной флешки. Опять же, да, это три с половиной секунды, зависимости от того, как она в лицо прилетит. Типа, три точка две, там, тире четыре, если очень хорошо кинуть. И вот последние раунды. Эй, пацаны, давай там заканчивать все это, потому что хватит уже. Позорище, короче говоря. Вот. Но, может быть, с Джексом и Лаки получше будет. В будущем, правда, не сейчас, не на этом турнире. Ну да, на этом турнире, в принципе, путешествие команды G2, как и в принципе путешествие команды G2 в таком составе закончено. Организация занимает седьмое, восьмое место, ну а Ренегейт, в свою очередь, неожиданно для многих, я думаю, выходят в плей-офф, выходят с третьего места своей группы. Сейчас вы, друзья, как раз видите сетку группы А на своих экранах. Ренегейт будут дожидаться своего соперника. Это будет второе место группы Б. это будет проигравший пары Мибор против Маус Спортс.